В эфире новости губернии. Здравствуйте в студии Марины Низамова и Руслана Жуков. И в начале выпуска коротко о главных темах. Только профессионалы лучших тружеников региона поздравил губернатора и впервые вручил новый памятный знак трудовой славы. Безотходный, экологически чистый, инновационный. Первый в регионе животноводческий комплекс Евростандарта построят в Кенельском районе. В будущее заглянули наши корреспонденты. Черные и хитрые. Самарский зоопарк принимает пополнение в лесином семействе. В Самарской области сегодня впервые вручали почетный знак трудовой славы. Он учрежден по инициативе губернатора Николая Меркушкина. Накануне Дня весны и труда глава региона наградил одну из старейших заводских династий области. Звание заслуженных получили представители разных профессий. О людях дело в нашем материале. Лозунг проверенный временем и патриотический мотив на детские голоса. Чествовать заслуженных тружеников начинают в фойе театра, а продолжают уже на сцене. В зале только профессионалы. Каждый в своем деле. Мы должны сделать все, чтобы возродить голубую славу наших предприятий. А без профессионального, ответственного рабочего, на чем он сейчас не работал, ручная не была работа, или на инструментах самых современных, или на установках самых современных, все равно он нужен. Давайте сделаем так, чтобы традиции Самарской области, как одного из самых главных центров, промышленных центров нашей страны, не только сохранились, а на новых условиях, а с новыми требованиями, требованиями, временем, смогли и сохранить, и развить, и добиться больше. Сейчас в стране переосмыслили и сам праздник, и отношение к людям труда. Рабочие профессии снова в цене. Сегодня подвели итоги областного конкурса «Профессионалы года». В Тольятти проходит российский этап престижных международных соревнований WorldSkills. И впервые в регионе вручают новую награду, учрежденную по инициативе губернатора. Почетный знак трудовой славы. Первым его получает Михаил Бамбуров. Его трудовой стаж почти полвека. «Людям надо дороги строить, ремонтировать. Кому-то надо. А сейчас нет таких специалистов. Вот нам приходится их учить». 166 лет на всех рекорд. Трудовой династии Бутусовых на заводе «Тяжмаш» побить не удавалось еще никому. Большой семье, большой автомобиль. В подарок получают сертификат на «Лада Ларбус». «Спасибо всем руководителям и вам, и нашим заводским руководителям спасибо, что мы там вышли, проработали. Поэтому надо столько проработать. Баба пускай ездит. Копеечка у него старенькая, с 79-го года. Вот теперь будет. Пускай на новый ездит». Звания заслуженных накануне праздника «Весны и труда» получили представители самых разных профессий. Работники сельского хозяйства, геологи, врачи не забыли о героях соцтруда и кавалерах Ордена Трудовой Славы. Сейчас в регионе их 45. Им зал аплодировал стоя. Татьяна Потоцкая, Вячеслав Потоцкий. Новости губерния. Накануне вручения почетного знака наша съемочная группа отправилась в Сызране на завод «Тяжмаш». Там сейчас трудятся два поколения Бутусовых. Общий стаж работы на заводе у этой Сызранской династии 166 лет. Секретами своего профессионального и семейного успеха они поделились с нашими корреспондентами. Под строгим отцовским контролем Владимир Бутусов своего сына учит так же, как когда-то отец учил его. Разве что техника за десятки лет поменялась на современную. Я пришел, первый раз увидел станки. Такое оборудование новое, тем более сразу пришел на программное управление. Всякие циферки. Я вот этого просто не понимал. Думал, что это я куда вообще попал. Думал, никогда не разберусь в этом. Отец помогал разбираться. Не только сыну, и невестке тоже. Недолго думая, и она пришла на «Тяжмаш» комплектовщицей. На плечи Владимира легла двойная ответственность. Попал в цех, на этот участок. Станки большие, аж дух захватывало. Особенно станки, на которых работал, начинал работать. Отец работал. И вот К-19, которые тоже такие захватывали, аж дух. Поддержка семейная тоже, она ведь должна чувствоваться. Так-то это хорошо, я думаю. Так-то я работал у Бога. Папа, мама в цеху тоже, в этом же, в пятом цеху работали. Я думаю, это хорошо. Мама и папа Анатолий Федорович и Валентина Акимовна, основатели династии. Первую трудовую книжку у Бутусовых на «Тяжмаш» завели в 1959 году. Приехал с армией. Деревни работы нет. Ну и сюда, в Цизеринь, на «Тяжмаш» работали на «Самарский прогресс» всю жизнь. За большим столом дети и внуки, отработавшие смену трое правнуков. Встречают всех и всем всегда рады. Вот незамысловатый секрет семейного счастья. Что до успеха профессионального, так там все просто. Работать честно и добросовестно. Трудолюбием в Сызрани не одни Бутусовы отличаются. В городском парке есть целая аллея трудовых династий. Проведать свою липу ходят всей семьей. Помогать будешь, да? А теперь будут не ходить, а ездить на новом, заработанном за 166 лет, Ларгусе. Нина Ванина, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Сызрань. Мастера своего дела собрались в Тольятти. Там продолжается первый национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia. Более 300 участников со всей страны и у каждого рабочая профессия. О тех, кто может сотворить произведения искусства из обычной плитки или куска камня в нашем сюжете. Здесь решающим может стать каждый сантиметр. Судьи кропотливо проверяют, нет ли ненужных зазоров или других огрехов в кремлевской стене из плитки. По заданию можно было выкладывать и шведскую стену, но участники выбрали то, что роднее, единогласно. Самое сложное это разметки вот эти все, а так в принципе ничего сложного. Главное старание и чтобы профессия нравилась, во-первых, а призвание, думаю, это не самое главное. И пока мастера на практике показывают, что работать руками можно творчески, представители власти обсуждают одну из главных проблем региона – нехватки кадров для этих профессий. Я путешествую по всему миру и везде сталкиваюсь с тем, что везде есть постоянная нехватка профессионалов рабочих профессий. Люди стремятся получать дипломы, степени – это тоже важно. Но все мы понимаем, что без людей рабочих профессий, которые будут заниматься ремонтом автомобилей, сферой профсервиса и так далее, очень многого не добьемся. Произведения искусства в другой обстановке, среди плит и посуды творят повара. Всем желающим здесь демонстрируют – из еды сделать можно что угодно, даже цветы. Кулинарные чудеса творят прямо рядом с кухней, вот из такой специальной мастики. Тесто готовится на основе сахара, причем, говорят, рецепт совсем несложный. А в результате из него можно как из пластилина слепить даже целый букет, причем полностью съедобный. Самые лучшие из них войдут в национальную сборную профессионалов. Следующий этап – в Германии, где уже на мировом уровне будут доказывать, что они – настоящие мастера своего дела. Екатерина Деменчук, Борис Кислицын, Новости губернии, Тольятти. Губернатор вручил награды и лауреатам другого областного конкурса – «Профессионал года». Участвовать в нем могли работники десяти разных сфер. От промышленности и строительства до здравоохранения и культуры. Но обладателями премий стали лучшие. Подробности далее. Но дело не в возрасте, когда речь заходит о профессионализме. Марина Тубалец – педагог дополнительного образования с большим творческим опытом. Ее ученики – эстрадные вокалисты. Колесят с концертами по всему миру. Прежде всего, это достижение моих учеников. Потому что я преподаю и считаю, что главная награда – это, конечно же, награда моих детей. А профессиональные успехи у меня уже были. За 13 лет моей работы их было достаточно уже много. Но, если честно, это, конечно, очень значимая для меня награда. Потому что это признание на таком уровне, на уровне нашей Самарской губернии. 57 человек, и каждый признан лучшим в своей сфере. Медики, учителя, водители, строители – люди труда. Молодое поколение на завод идет неохотно. Условия труда нужно улучшать, а зарплату увеличивать, говорит глава региона. В том числе и сегодняшние мероприятия здесь у нас, и не только у нас то, что сейчас делается президентом страны в центре, оно направлено на то, чтобы возродить лучшие черты, качества, формы работы с людьми, которые доставляют людей труда. Зарплата уже стала выше. Работники сферы культуры подтверждают. А сейчас мы когда спрашивают про нашу зарплату, мы не стесняемся, во весь рот об этом говорим. Спасибо вам, Николай Иванович, лично и в вашем медицинском правительстве России, наверное, и в Лубернии за поддержку культуры. Сейчас, слава в Аллашке, мы, как бы сказать, говорим на работе. К диплому победителя конкурса солидная денежная премия – 50 тысяч рублей. Люди, которые прошли через конкурс, через соревнования, состязания и так далее, в общем, поэтому это золотой фонд, по большому счету, Самарской области. Поэтому я хотел вам, каждому из вас еще раз выразить огромные благодарности за ваш труд, пожелать, чтобы вы так держали. Нина Иванина, Алексей Бельмискин. Новости губернии. Первый в регионе инновационный животноводческий комплекс появится в Кенельском районе. Ферма разместится на территории в 40 гектаров. Все будет по современным стандартам. Хозяйство полного цикла от производства до переработки мяса и молока. Главные принципы – энергосбережение и экологичность. Благодаря специальной технологии продукты жизнедеятельности преобразуют в электроэнергию. Рассчитывают на тысяч уголов. Это только дойного стада. Всего же в коровниках разместят свыше двух тысяч буренок. Животных планируют закупать в Америке. Комплекс построят в рекордные сроки. Первую очередь должны запустить уже к концу года. Все средства – это порядка 700 миллионов рублей частной инвестиции. Поддержку окажет и правительство области. Будут работать здесь люди, живущие в сельской местности. И все формы поддержки, которые мы имеем в области, они будут применяться в том числе по отношению этого комплекса. Попадут на стадион Уэмбли и вживы увидят финал Лиги чемпионов Уэфа. Воспитанники детских крыльев получили путевку на международный форум «Футбол для дружбы». Он пройдет под патронажем легенды мирового футбола Франца Бекенбауэра 25 мая, в день проведения грандиозного матча. Вместе с теми, кто будет болеть у телевизора, юным землякам заидовала и Алена Алешина. Попаясь на финал Лиги чемпионов – мечта этих ребят. Оба болеют за Челси. Правда, в этом году английский клуб уже не повторит прошлогодний успех. Из трибун знаменитого Уэмбли воспитанники детских крыльев будут следить за игрой других профессиональных футболистов. Лига чемпионов – она там самая сильная команда. Ее смотреть приятно, как там следит, там разные звезды играет. Встреча с такими мастерами, увидеть воочию вот это все. Сама атмосфера финала Лиги чемпионов – все это, конечно, даст, я думаю, толчок для того, чтобы они старались тоже вырасти в таких же мастеров. На звездный финал попадут только 20 юных футболистов со всей области. Они войдут в состав российской сборной. Также их ждут экскурсии по Лондону, общение со сверстниками из восьми европейских стран и, возможно, знакомство с будущими соперниками футбольного турнира «Волжские ворота». Подтвердили свое участие в данном турнире такие команды, как «Витес», «Олимпик», «Аталант», «Валенсия» и даже «Челси». То есть мы с вами тоже принимаем такие турниры. Первый в истории молодежный детский форум «Футбол для дружбы» пройдет в Великобритании с 24 по 26 мая. Алена Алешина, Михаил Смирнов, Новости губернии. И к другим темам. Подержать на руках малышей-лисицей, погладить животных – такую возможность предоставили гостям зоопарка. Совсем недавно коллекция его обитателей заметно пополнилась. Три серебристо-черных лисы и шесть огневок. Малыши стремительно набирают вес и уже начинают привыкать к людям. Не испугались ни маленьких посетителей, ни светотелекамер. С новыми обитателями познакомилась и наша съемочная группа. Лиса Алиса с детства в центре внимания, как и ее двое братьев или сестер. В раннем возрасте пол практически невозможно определить. Неподалеку от их клетки еще большее семейство. У пары огневок несколько недель назад появилось сразу шесть детенышей. Лисицы легко приручаются, привыкают к людям быстро. Они любознательные и очень хитрые. Сзади подходят, они не кусают, но дергают за штаны. Им все надо на зуб попробовать. Погладить или даже взять на руки малышей может любой. Каждую неделю по вторникам в зоопарке проводят акцию «Погладь меня». Посетителям выпадает возможность не только посмотреть на обитателей дикой природы, но и прикоснуться к ним. И все желающие могут прийти, купить входной билет, с часу до двух прийти и погладить всех этих животных, и сфотографироваться с ними, и узнать много интересного о них. Потому что за каждым животным у нас специалист стоит, он рассказывает, объясняет, как нужно обращаться и отвечает на все вопросы. Новорожденные стремительно набирают вес. Сейчас двухнедельные лисята огневки уже весят порядка 300 граммов. Пока мамы кормят малышей молоком и практически не разлучаются с детьми. Правда, скоро детенышам с родителями придется расстаться. Их отправят в другие зоопарки. А вот лиса Алиса в Самарском зоопарке получит постоянную прописку. Энергичное, добродушное животное абсолютно не боится людей. Сотрудники зоопарка планируют, что как только девочка подрастет, она станет постоянной участницей акции «Погладь меня». Ирина Трофимова, Александр Дмитриев, Новости губернии. Ну и о погоде. На майские праздники в регионе будет не слишком солнечно. По словам синоптиков, весенние праздники омрачат дожди. И 1 мая ожидаются осадки. Такая же картина и 2-го числа и 4-го. Сухо будет только 3-го и 5-го мая, но все это время столбик термометра не поднимется выше отметки в плюс 20, хотя средние температурные значения выше нормы на 1 градус. И температурный фон в эти дни приблизительно одинаковый. Ночью где-то будет от 3-8 до 10 градусов тепла, а в дневные часы 14-20. И по югу области в последний день, то есть 6-го мая, мы ожидаем опять прогрев воздуха до 25 градусов тепла. Такова была картина дня. На этом у нас все новости. Приятных вам праздничных выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Погода на Средней Волге по-прежнему во власти антициклонов. Ночные часы столбик термометра опустится до 3-7 градусов выше ноля, а днем воздух прогреется до 17-20, тепла по югу до плюс 25. Ветер поменяет направление и будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Местами пройдет небольшой дождь. На севере и западе области днем 14-16, тепла на востоке и юге до 18 градусов выше ноля. В столице региона ночью плюс 6, и юго-западный ветер. Днем Самаре, Тольятти, Облачно, плюс 15-20 и кратковременный дождь. Друзья, расскажу, как мы готовим аппетитный кредит. Комиссии и переплаты – это лишнее. Нужен только паспорт. Главный ингредиент – 0% по кредиту целых 4 месяца. Всего 15 минут. Готово. Кредит 0% – прекрасное решение для любого события. Восточный экспресс-банк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова